Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня в России отмечается День орнитолога. А знаете ли вы, что 2020 год объявлен Всемирным годом журавлей? Союз охраны птиц России выбрал серого журавля птицей 2020 года в России. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник отдела природы Музея природы и человека, члена Союза охраны птиц России Надежда Корикова. Надежда Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, а как выбирается птица года? Ну, в принципе, любая птица может стать птицей года. По каким принципам? Каждая из этих птиц очень интересна. Какая-то очередность? То есть президенту с ней не обязательно лететь? Ну, с серыми журавлями президент не летал. Он летал с белыми журавлями, с эстерхами. К сожалению, именно белый журавль исчез. А что, это исчезающий вид? Это исчезающий вид, да. Орнитологи хотят обратить внимание. Кстати, дальневосточники как раз обратили внимание на журавлей. Там очень много разных журавлей. Видов у нас вот в округе только два числилось, да. Теперь остался только один серый. А там их гораздо больше. И вот они как раз бьют тревогу. Ну, тревогу вообще по поводу очень многих экосистем и очень многих видов на земле. Бьют тревогу экологи, биологи. Потому что они под действием человека исчезают. Вот мы сейчас утром специально обратим внимание, что это надо строить скворечники, подкармливать птиц обязательно, чтобы это было заведено в каждой семье. Но не об этом речь. Давайте о хорошем поговорим. Сколько у нас видов птиц в Югре? В Югре? Ну, вот есть гнездящиеся птицы, да. Их около двухсот. Гнездящиеся, то есть местные. То есть они просто гнездятся здесь на нашей территории. Понятно, да? Это с пропиской, как говорится, да? С пропиской, да. С регистрацией с местной. Они либо здесь живут круглый год, либо прилетают сюда и здесь гнездятся. А еще есть виды, которые пролетают. И довольно здесь, когда они перелетают с одного места на другое, то они на довольно продолжительное время здесь у нас задерживаются. Ну, допустим, вот летят, а там снегопады какие-то. Они же летят рано. Либо откармливаются. Это причем, когда они летят и туда, в смысле на север, и обратно на юг. Да, и на север, и обратно, да. Поэтому есть такие птицы, которые у нас, например, краснозубая козарка, она внесена в международную красную книгу, она у нас на пролете. То есть ее можно будет здесь увидеть? Вдоль Аби. Ну, то есть кто охотники, рыбаки, те видят очень многих видов птиц. У вас в руках что за фотография? Что это за птичка? Это вот издательский проект для нашего музея природы и человека, да. То есть это у нас такая традиция. У нас самый первый орнитолог в Югре Юрий Иванович Гордеев работал в 1959-1962 году как раз в музее природы и человека. А это его продолжатель Андрей Бородин выпустил такой набор открыток. Вот совершенно обычная птица. Она была самая многочисленная у нас. Называется она Дубровник. Но, к сожалению, в последнее время, буквально в последнюю редакцию «Красной книги» в 2013 году ее занесли в красный. Да вы что? Как исчезающий вид, ее стало очень и очень мало. Почему? Оказывается, очень многие виды мелких птиц у разных народов употребляются в пищу. И вот наш Дубровник, который улетает далеко. То есть улетая от нас, его едят там где-то? Его едят там, да. Живо себе. Такая проблема существует для очень многих видов европейских птиц. Такая же маленькая птичка. Они улетают в Западную Европу, там во многих странах, например, в той же Англии. Есть такой народно-традиционный обычай, там есть каких-то маленьких птичек, а здесь мы их потом не досчитываемся. А вот говорят, Европа, Европа, ты посмотри, насколько невоспитанные люди. Они поддерживают традиции. Опять же традиции. А скажите, пожалуйста, я же Николаю, пользуюсь случаем, а где снегирита? Вот я давно их уже не видел. У меня тот же самый вопрос. Вот вхожу я во двор, то есть просто иду по каким-то своим делам, вхожу во двор. Смотрю, бабушка с внучкой подходят к кормушке, чтобы похормить птиц. Я их спрашиваю, а снегирей-то вы здесь видели? Это, кстати, один из снегирей сейчас кашляет. Они говорят, нет, какие снегири здесь, мы только воробьев видим. Я говорю, а вы послушайте, вот такой нежный звук такой, фью, фью, фью. Слышите такой, прямо такой нудящий такой звук. И посмотрите повыше на березы, и вы увидите там снегирей. То есть они сидят по иерархической лестнице, они чуть выше. Они таким грустным голосом свистят, у них такой очень грустный такой оттенок какой-то, такой занудливо грустный. Надежда Николаевна, у нас времени остаёт всё меньше. У нас теперь, знаете, я хотела бы поздравить орнитологов с этим днём. У нас их, к сожалению, в Югре не так много, их всего профессионально. Можете поставить птичку на место. Четыре орнитолога. Это Александр Емцев, Сургутский университет. Это Александр Рыбачков, это природный парк Самарский Чугас. Он любитель, который стал профессионалом с 7 класса. Потом Евгений Григорьевич Стрельников, директор Юганского заповедника. Орнитолог с очень большим стажем и с очень большим весом. И Евгений Ларин. Весом в науке причём. В науке, в науке. Природный парк Кандинские озёра. Вот эти четыре орнитолога, профессионально работающие. Поздравление передали. У нас теперь получается, у нас экспресс-опрос. Смотрите, у нас есть несколько вопросов. Правда ли, что птичий коридор проходит через Югру? Что это значит? В двух словах. Это вот и значит, что птицы летят туда-обратно и прилетают над нами и остаются ненадолго. Над нашими очень крупными реками Иртыш и Иопь, да, то есть существует этот птичий коридор. Им очень удобно лететь как раз над рекой, то есть потоки воздуха, совершенно ровные, так сказать. А теперь, дорогие друзья, в нашей программе птичьи новости. Окольцованная гусыня летит домой. Да-да-да, сейчас она уже... Это, кстати, воробей. Это воробей, да. Полевой, кстати. Полевой у него. Это гаечка в пухляк. Гаечка? Пухляк, да, это маленькая синичка. А вот это, кстати, окольцованная гусыня. Ак, это гуменник, да, таёжный вид гуся, который живёт в Юганском заповеднике. Так вот, он сейчас в Гродненской области. И скоро? Вот он из Германии, уже сейчас в Гродненской области. То есть потихонечку он передвигается в нашу сторону. Вы теперь можете говорить просто да, либо нет. У чёрных воронов началась любовь. Да, конечно. А ворон вороне не подруга, не друг. Не друг, но я хотела сказать про воронов. У них сейчас брачные игры, то есть можно посмотреть, как высоко в небе. Они там кувыркаются. Хорошо, какие игры там происходят, дети это не видят. Прозвучала первая песня «Большой синицы». Да. А чем большая от маленькой отличается? А большая, она действительно большая. Но она очень яркая, посмотрите, она такая зелёненькая, с такой чёрной полосой. Хорошо, хоть их не едят. Поползень спел свою первую песню. И воробьи пиво варят. Это тоже правда. Это правда. Кстати, дорогие друзья, те фотографии, которые вы сегодня увидели, они принадлежат фото Перу Евгения Стрельникова, орнитолога и директора заповедника «Юганский». Надежда Николаевна, времени очень мало. С праздником вам. Просто спасибо огромное, что вы к нам пришли. Пообещайте, что мы увидимся с вами ещё. Хорошо. Честное благородное слово орнитолога. Абсолютно. Большое спасибо, с праздником и до новых встреч. Спасибо и вам тоже.